СПОНСОР ПОКАЗА ХАНСА Ханса, guten аппетит! Уважаемые наши телезрители, мы приветствуем вас на канале РТ Молдова. С вами Михаил Суркан и, конечно же, программа Азбука Вкуса. Сегодня у меня предвкушение, на самом деле, зашкаливает, потому что начинается целая серия программ, наверное, самых любимых для меня и, надеюсь, таких же любимых для вас. А почему? Потому что я, так сказать, готов выполнять всю черновую работу, я ухожу в тень. Главными героями нашей программы станут лучшие шеф-повара нашей страны. И сегодня открывает этот цикл великолепных кулинарных программ человек, за спиной которого 16-летний опыт. Вы представляете, именно с таким стажем человек трудится на кухне, получил колоссальнейшее образование. Виталий Ворончихин сегодня у нас в гостях, который представляет гастробар. Если вы там были, вы знаете, о чем я говорю. Если нет, зайдите и попробуйте. Здравствуй. 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 Действительно, очень приятно, что сегодня именно с тобой мы начинаем этот цикл программ, где я, так сказать, буду помощником. Вот есть шеф-повар Виталий Ворончихин, прям именная, понимаете, у меня нет. Но ничего, я когда-нибудь тоже вырасту. Я обязательно докажу, я покажу, если вы помните, как это было в мультфильме. Я предлагаю, Виталий, если можно сейчас улыбнись в камеру, мы зафиксируем твою улыбочку, а за кадром как раз пойдет вся цепочка твоих регалий и достижений. Внимание на гостях! Знакомьтесь, Ворончихин Виталий. Общий стаж работы более 16 лет. Проходил обучение в Голландии, в Амстердаме. Также стажировался в ресторане в Англии. Проходил всевозможные тренинги в Москве, в Киеве. И, конечно же, обладает удивительно профессиональной наградой амбассадор-шеф Big Green Egg в Молдове. Считает, что это есть его максимальное профессиональное достижение. Сегодня будет готовить для вас в азбуке вкуса. Конечно, многие наши телезрители сейчас, возможно, прильнут к телевизионным экранам для того, чтобы сидеть, записывать и конспектировать каждое слово и рецепт наших блюд, которые сегодня Виталий привнес в нашу уже коллекцию всей кулинарии, которую мы производим прямо здесь у вас на глазах. И, наверное, где-то переживают, что «А, шеф-повар, сейчас начнется, сейчас начнутся какие-то совершенно странные названия и так далее». Нет, друзья, нет. Виталий подготовился специально к нашей программе и взял все, что вы можете купить, приобрести на овощной базе, что вы можете приобрести в наших магазинах. Все очень доступно и по позициям абсолютно недорого. Но, Виталий, я думаю, что здесь лучше передать тебе слово, чтобы ты рассказал, что именно мы будем делать из этого всего набора ингредиентов. Ну, для начала, Михаил, мы приготовим маринад для нашего мяса. Так, мясо у нас свинина. Мы будем готовить свинину, да, в кофейном маринаде. У многих это вызывает интерес, как можно в кофе. Ну, уже сказали, уже как бы, да. Да-да-да, готовить. Бодрая свинина, дорогие друзья. По утрам нет ничего лучше, чем и вперед. Так? На самом деле это довольно-таки традиционное сочетание для южноамериканского континента. То есть они в кофе практически все готовят. И кое-что я оттуда перенял, немножко переделал. И мне кажется, это очень интересно. Это в гастробаре есть это блюдо. И не пугайтесь всего, что оно так звучит и ресторанно. Его можно спокойно приготовить дома. Я так думаю, что оно звучит очень даже аппетитно и вкусно. И как раз этим-то сейчас и привлекает. Так, и чтобы не терять время, и? И чтобы не терять время, мы начнем мариновать мясо. Параллельно будем подготавливать наши овощи для нашего соте, для капонаты. Капонаты? Да. Капонаты это сицилийское название. У нас это рагу, лечо. Вот, вот оно что. А вот это как раз вот, Виталий, прямо в тему, что называется. Наши телезрители любят, когда они уже знают, о чем идет речь и что готовят. Но просто называется так красиво капонат. Да, мы немножко приземляем просто эти названия. Мы их адаптируем. Все это в пределах ясности. То есть, просто тушеные овощи, но с легким твистом Виталии. Приступайте, шеф. Говорите, что мне нужно сделать, с чего начать и вперед. Михаил, я вот рекомендую вам сделать специю. Ага. Причем ее сделать собственноручно. Я вообще рекомендую все специи собственноручно делать. Ага. У меня есть вот такой абельгаст, мерная ложечка. Давайте я вам быстренько наберу. Так, это у нас? Это кориандр. Кориандр. Одна столовая ложка. Одна столовая ложка. Это у нас зерна горчицы. Зерна горчицы. Одна столовая ложка. Одна столовая ложка. Это у нас свежемолотый кофе. Запомнили. Тщательно отобранный, знаете, у кого, да? Один, два, три, четыре столовые ложки. Ох, бодрое будет мясо так. Так, сахар. Темный. Темный сахар, да. Две столовые ложки. Раз, два. Ну, если бы не горчиться, в принципе, уже как бы можно добавить воды, выпить себе как чашечку кофе. И нам понадобится соль. Соль. Леко. А вот здесь сколько нам соли понадобится? Нам понадобится одна столовая ложка соли. Вот, я сейчас буду, вам тут боюсь, что переборщу. Ничего, ничего. Сейчас, друзья, я первый раз. Вот, замечательно. Норм? Норм. Теперь очень простыми круговыми движениями все это перемолоть, куда-то и на массу, да? Перемолоть, да. Хорошо. А я тем временем... А, я прошу прощения, если дома не имеется вот такой штуки, в чем молоть? Ступу просто... Это очень просто. Можно положить на эти ингредиенты, на доску, либо в тарелку, накрыть пленкой пластиковой, либо пакетом прозрачным. Молоточечком отбить тогда. Нам не нужно делать здесь порошок из этого. Нам просто нужно слегка раскрыть специи. Понял. Так, хорошо. Ну, смотрите, 16 лет старше, Виталий. На самом деле, это действительно, это уже очень большой, как бы это страшно не звучало, срок. И я так понимаю, что постоянный апгрейд, он происходит, то есть ты периодически катаешься, ездишь на всевозможные тренинги, на мастер-классы, на презентации. У тебя в коллекции и Амстердам, у тебя в коллекции Киев, Москва, у тебя в коллекции Англия. Лондон. Лондон, да. Где еще, может быть, я чего-то не знаю, потому что они настолько разнообразные, все же как бы разные практически. Рим немножко, там средиземноморское направление было у нас. Вот, вообще, это очень важно для современных поваров, ездить куда-то, не просто смотреть Google, а именно окунаться в ту атмосферу, пробовать те вкусы и продукты, и вообще культуру людей. Потому что кухню хорошо понять, другую кухню, с культурой тех людей, которые там живут. Это важный аспект. Ну, и как воспринимают тебя, как представителя нашей страны? То есть, когда говорят Молдову, надо объяснять, где эта маленькая, но очень гостеприимная и солнечная страна, любящая плацинду и вино, находится? Да, был такой забавный случай. Я был на фестивале в Амстердаме, и там меня представляли партнером из Америки, из Атланты. И когда представитель Голландии сказал, вот это наши компаньоны, они из Молдовы, чувак просто... Застыл? Да, был вопрос на лице. Ему было стыдно сказать, что, может быть, он не знает, где это, но он не мог понять вообще, где это находится. Но, тем не менее, зная наших, я бы так сказал, зная наших, потому что, действительно, у нас поварская культура, она развивается. То есть, и тому подтверждение, наверное, как раз большое количество, ну, относительно большое количество именно заведений, я считаю, таких вот, ну, культовых, стильных, которые отвечают параметрам кухни, как таковой. Я не говорю сейчас просто за кафе или мини-ресторанчики, потому что ресторанный бизнес, в принципе, у нас вообще как бы ходовой. Стоит только посмотреть, у нас либо новострой, либо рестораны. То есть, у нас кушают и хорошо живут. А вот именно там, где можно отведать привычные ингредиенты, но посмотрите, в совершенно уникальной и новой форме. И как раз вот об этом и сказал только что Виталий, что благодаря таким вот мастер-классам, поездкам, тренингам и тому, что есть возможность набраться опыта зарубежного, можно привнести и в нашу кухню, используя наши ингредиенты, что-то особенное, да. То есть, мы и так как бы воспитаны у нас, есть в любом случае какой-то вкус. Вот вопрос, который является нашим главным вопросом о звуке вкуса. Твой вкус детства, Виталий, какой? Вот что тебе нужно съесть, потому что я знаю, что каждый шеф-повар верит искренне и понимает, что есть, я не знаю, это волшебство, это магия, когда ты можешь взять блюдо, и оно тебе просто как машина времени несет вкус, который ты, возможно, попробовал там в совершеннолетнем возрасте, или наоборот вкус, который сразу тебе рисует картинку. То есть, наши рецепторы моментально воспроизводят картинку, и если это все совпадает, то, может быть, мои любимые сырники, которые готовит мама, я бы сейчас надкусил, и оказался бы где-то почти без трусов, в кепке, понимаете, гоняющимся за козами. Прямо как в этом анимационном мультике, да, рататойка. Рататой, да, да, да. Сделал, его закинуло куда-то в прошлое, в детство. Да, конечно, есть. Я думаю, что у нас они будут чем-то похожие, вкусы нашего детства. Все заложены генетически. Так, хорошо. Шеф, посмотрите, насколько... Достаточно. Достаточно? У-ху! Михаил Цуркану прожжение закончил, но еще не все, я так понимаю, так? Здесь мы режем овощи, пока лучок и перец. Лучок и перец поднарезали. Сейчас я нарежу другие овощи. Хочу просто переключиться немножко сюда на мясо. Так, маринуем, друзья, маринуем. Да, вот наш что? Это... Идите за рукой. Это корейка. Это свиная корейка. Угу. Мякоть. Не корейская свинина? Пожалуйста, не путайте. У нас так, чтобы все было... Прямо целеньким таким кусочком. И так, YouTube too much, too much. Too much! Too much! Он разговаривает со мной по-английски, потому что, знаете, как в Амстердаме, в Лондоне, особо как бы не пошпрехаешь там на других языках, поэтому... Но, кстати, во время приготовления в кухне, я так понимаю, что там мини-война каждый раз происходит. Или это все как бы мифы, которые нам навязывают фильмы, или всевозможные, знаете, как документальные истории? Или шеф-повар все-таки это вот должен быть такой командир взвода? Ну, у меня немножко другая философия управления кухней. Она больше основывается на взаимоуважении, на доверии. Но иногда стоит, конечно, достать плеть, ну, бывает такое. И мат, да? Плеть и мат. И мат подложить. Да, то есть вот это вот, too much, как бы, это еще вежливо сейчас Виталий со мной общается. Ну, мне довелось поработать с... Зарубежными? Национальными, да, шефами зарубежными. Так я хочу сказать, что у них лексикон совсем другой на кухонной. Ну, понимают же. Вот самое интересное, что они же друг друга понимают. Они очень хорошо друг друга через фак-фак, ну, понимают очень хорошо, если это можно сказать. Не, ну, у нас это как бы вообще единственное. То есть нам для того, чтобы, да, честный факт, допустим, да, надо уже сразу бежать и что-то готовить. Но, опять же, команда, она, вот она стабильная. И вот как человек попадает в команду и как человек уходит из команды. То есть какие критерии являются ключевыми, за что нужно держаться. То есть какие качества должны быть у работников кухни, вот у помощников, у ваших. То есть терпение, усидчивость, желание. Желание. Мое главное. Вот мне даже, когда повара мне пишут, например, на фейсбук или обращаются напрямую ко мне, то есть не я в поиске, а меня находят ребята и просятся на работу, это уже дает им дополнительный балл. Потому что у этих людей есть желание, они хотят чему-то научиться, им интересно войти в мою команду. Это первое. Сейчас, да, извини, пожалуйста. Это первое, так? Нет, это просто первое. А, а, это первое, единственное. Я думал, это первое. И сейчас мы перейдем ко второму. Плов с мясом. Ну, это для меня второй, это шутка, опять же. А сейчас сколько человек помогает? Ну, у нас 9 поваров. 9 поваров, да? Да. Но шеф-повар только у тебя? Да, шеф-повар. Есть су-шеф еще. Су-шеф? Есть шеф-кондитер. Шеф-кондитер. Есть шеф над посудой, наверное. Ну, кстати, мне говорили, опять же, я к этой истории только-только сейчас прикоснулся уже, ну, чуть больше года, конечно, к кулинарии тоже. Дома практически я в основном стараюсь что-то приготовить, чем-то побаловать, что-нибудь придумать. Но самое интересное, я заметил, что есть шеф-повара, который, когда готовит у них, как у художника, брызги, не знаю, у них такой хаос, а есть, который прям вот сделал чистота, чистота. Вот вы сторонник чего, Виталий? Я хаос. Все-таки, чтобы... А? Я хаос. Хаос, да? Чтобы быстрее, то есть самая главная цель это блюдо, а уже потом это... За мной ходят по кухне специально обученные люди. Вот еще одни шефы. И все собирают. Еще, я же тебе говорил, шеф чистоты еще есть. Но дома это не проходит. Дома, да, я понимаю. Дома не проходит. Дома мы же как бы, мы мужчины, мы такие, мы вот, как сказали, так и сделали, не надо каждый месяц нам напоминать. Ну, дома, кстати, что готовится чаще всего? Какие-то блюда из гастробара, из линейки меню гастробара или что-то вот такое попроще свое? То есть, вот есть какие-то, возможно, какие-то топовые блюда, которые вы, ну, по праздникам точно готовите или там раз в неделю, вот это точно. И вообще, как бы, готовишь ли дома, учитывая то, что как бы на работе это вот так вот? Я дома практически я готовлюсь. А то, что я готовлю, мои дети не едят. Поэтому дома готовит моя супруга, и у нее это идеально получается. А как оценка происходит блюда? У нас нет. У нее, она уже привыкла, то есть нет такого, что сейчас папа вначале попробует, давайте посмотрим, что он скажет. Дело в том, что моя жена шеф-кондитер из гастробара, поэтому все эти 16 лет она со мной вместе. И вот, друзья, найдите теперь в этом предложении изюминку и смысл, как сделать свой брак счастливым, дорогие друзья. Один должен быть шеф-повар, а другой шеф-кондитер. Эту схему можно переложить на остальные, так сказать, сферы нашей с вами жизнедеятельности. Мы сейчас перервемся на рекламу, потому что очень интересная беседа и, конечно, способы приготовления из простых доступных ингредиентов, уникальных блюд, которые, опять же, могут вас изысканно и вкусно побаловать в гастробаре. Сейчас реклама, потом вернемся, оставайтесь с нами. Это «Азбука вкуса» Виталий Ворончихин. Мы ждем вас. За время рекламы Виталий уже успел вот так вот разрезать что? Лучок он порезал, значит, мы овощи, мы нарезали, в принципе, перец еще до этого. Чесночок продавили немножко, тоже мелко нарезали и пока на растительном масле сразу же на сковороду. Я в это время удостоился чести, дамы и господа, резать баклажаны, лады-седаны. А сколько их надо мне резать? Давай один для начала. Посмотрим сейчас. Экзамен пройдет, Михаил? Пройдет. Так, ну хорошо. Да я тем временем нарезаю сельдерей, стебель сельдерея. Да, потому что я, насколько знаю, вообще в кулинарии сельдерей будет ходовой продукт. То есть он дает отдельный аромат и вкус большому количеству блюд. И если вам, мне так кажется, где-то уже поднадоели какие-то привычные вами блюда, скажем, простые даже салаты. Но, опять же, я говорю сейчас чисто свое субъективное мнение. Попробуйте добавить туда сельдерей. Вот, кстати, китайская и японская кухня, они часто используют сельдерей в своих блюдах. По крайней мере, я натыкаюсь все время на него. Шеф, толще, тоньше? Нет, я бы сказал идеально, но не могу. Спасибо, не надо, я не заслужил еще. Вы что? Вот такими вот. Спасибо, шеф. Кубик. Кубики, кубики. Кубики. Вот сейчас. Вот, вот. Вот шпаргал. Да, да. То, чего не хватает мне, как мужчине и ведущему. Знаете, мне сейчас как раз, если что, мужчины, берите баклажанные кубики, можно побатить баклажанными кубиками. Да, хорошо. Но как часто в год происходит... Ну, наверное, это неправильный вопрос. Как часто в год удается ездить на всевозможные тренинги, мастер-классы? И даешь ли сам тоже уроки? Отвечаю на первую половину вопроса. Да. Удается съездить стабильно два раза в год, потому что это компания, с которой мы работаем, которую мы представляем вообще на рынке Молдовы. Они устраивают официальные тренинги два раза в год. Это просто развитие. Мы про Green Egg говорим? Да. Green Egg, да? То есть там, где ты... Да, я не знал, или можно говорить там. Green Egg можно, потому что это на самом деле одно из твоих достижений. То есть... Да, да. Это Big Green Egg. Big Green Egg. Большой, зеленый... Ну, сами знаете, так. Вот. И мы два раза в год мы собираемся на тренингах. Они проходят в основном на территории Голландии. Главной офис там находится. Но бывает иногда. Вот Будапешти был недавно. Хорошо. Помимо этого я стараюсь не упускать все, что происходит в кулинарном мире и ближнего заруберия. Знаете, это Москва, Киев. То есть... Ну, вот скажи, пожалуйста, вот этот бум с молекулярной кухней, у нас он вроде зарождался. Как твое личное просто отношение, может быть, субъективное мнение. Нас народ это не совсем допонял. У нас как бы... Ну, я как-то не почувствовал какого-то определенного прямо бума и ажиотажа, как это вызвало, скажем, когда-то первая пиццерия, а потом суши. Понимаешь? То есть вот на твой взгляд молекулярная кухня имеет место быть? Или это что-то для более узкого контингента и аудитория, ну, такая она, из любопытства, что называется? Я вообще это не считаю едой. Да? Поэтому у меня мнение будет предвзято. Нет, пока... Извини, пожалуйста. Шеф, всю доску пока заполнить кубиками? Нет, этого достаточно будет. Да что ж такое? Я прямо сегодня отдыхаю, друзья. Прям как будто я в Амстердаме сейчас... Оливочки. Оливочки, да? Да, оливки помяли, да? Очень легко с них, они с косточкой. Обязательно берите оливки с косточкой, потому что кость дает хороший вкус оливкам. И не дает им мягкости. Лайм-как? С оливки без кости. Костик только для того, чтобы вытащить кость, достаточно просто на нее надавить еще. Легко и просто. Не надо стоять чистить эти оливки, ничего такого. Ковыряться зубочистками в том, что вы делаете там? Выталкиваете прямо из зубной щетки? Зачем? Зачем, друзья? Вот, лайфхак от шеф-повара. И мы тоже сюда должны будем бросить, да? Да. Каперсы. Ну, кстати, оливки, честно говоря, особенно сейчас, ввиду того, что скоро-скоро весна и авитаминоз нет-нет, но имеет место быть, я бы, конечно, рекомендовал бы почаще включать в рацион, неспроста, они обладают массой полезных качеств и свойств, в них микроэлементы, которые улучшают работу нашего с вами сердечка. А сердечко – это наш с вами моторчик, поэтому оливки и маслины, конечно, с удовольствием употребляйте в пищу. Ну, и вот это у нас пойдет в нашу каппонатто, да? Да, каппонатто. Вот, совсем чуть-чуть, кстати, не так много, по большому счету. Да, 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 чуть-чуть, потому что они имеют очень яркий вкус, и чтобы не оттягивать от остальных овощей. Я прошу прощения, Виталий, посмотрите, уважаемые телезрители, на, так сказать, наши сладкие остатки. Мы с перцев срезали только одну грань, совершенно небольшую. У нас из оливок пошло, наверное, штучек 4-5 максимум, да, половина луковицы, зубчик чесночка. То есть я к чему говорю? К тому, что даже приобретая вот подобные ингредиенты, вы сможете эту каппонату готовить еще несколько раз. Ну, я утрирую. Либо сделать ее на большую-большую компанию, если, к примеру, вы ждете гостей к себе нежданно-негаданно. Еще я хочу сказать, что это абсолютно постное блюдо. Да, как раз очень в тему, очень в тему. Виталий, очень в тему. Всего можно, люди, которые держат пост, могут разнообразить свой рацион вот таким образом. Это будет очень интересно. Миша, загружай, пожалуйста. Да, шеф. И по поводу второй части вопроса тогда. А сам даешь ли мастер-классы? Да, сам даю мастер-классы. В основном на территории гастробара. И обращаются, да? Да, да, у нас постоянно они проходят. Ну, в основном в летнее время. То есть, когда есть возможность идти на улицу, вытащить гриль и рассказать людям очень много всего интересного об этом. Скажи, пожалуйста. А вот между вами, шеф-поварами, потому что я верю, что все друг друга знаете, знакомы. Но существует какая-то дружба или все-таки где-то на расстоянии? Ну, так, чисто можешь не отвечать. Ну, знаете, как бывает, просто команды-команды. То есть, да, я работаю там, я работаю там, я работаю в гастробаре. Вот, отлично. Но вместе могут собраться, допустим, на пикнике и ничего не будет мешать. Я вот не знаю, как по отношению ко мне, но я лично дружу со всеми. Вот это правильно. Я дружу со всеми, всех считаю своими коллегами, друзьями. Кого-то более близким, ввиду того, что мы где-то вместе и работали бок о бок. Ну, за 16 лет, я думаю, что много. Кого-то просто знаю. Всегда приятно встретиться, пожать друг другу руки. Ну, а темы разговоров все-таки кухня или у шеф-поваров совершенно другие темы? Кухня. Кухня, да? Ну, вот интересно, просто было интересно, потому что спросить меня сейчас на тему, встречаюсь я с друзьями, разговариваю ли я о телевидении? Нет, я не разговариваю с друзьями о телевидении, мы разговариваем тоже о кухне. Тоже о кухне. Потому что еда – это все-таки неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Без этого мы не получаем должного количества сил, просто-напросто энергии и в том числе полезных витаминов. А вот здесь, чтобы вы понимали, истинная кладезь этих всех витаминов. Плюс, напоминаю, Виталий молодец, подготовился к программе и включил сегодня в наш рацион азбуки вкуса постное блюдо. Первое – постное. Для тех, кто нет, пожалуйста, вот у нас маринуется здесь в такой смеси кофе. Кофе, специи. Специи, да, соли чуть-чуть, здесь и сахар у нас темный, и кориандр, и даже зерна горчицы. Вот, я думаю, что свинина это заслужила. Ты молодец, лежи там пока. Так, дальше. На этом этапе, когда слегка подрумянился баклажан. Должен слегка подрумяниться баклажан, друзья, да? Добавим каперсы. Такой интересный фрукт. Почему-то его так называют фрукт. Но его можно считать на любителя или нет? Потому что каперсы как бы… Или вот к ним надо просто вот так же правильно относиться, как, не знаю, к трюфелям или к грибам. Это своего рода приправа, которая дает интересный и неповторимый вкус блюду, которое вы будете готовить. Просто так их есть, конечно, можно. Я видел много, как люди едят их просто так. Некоторые даже виски закусывают просто каперсы. То есть это считается нормальным. Не, ну я уверен, что, в принципе, есть-то можно все. У нас, благо, географическое местоположение нашей страны вообще как бы такое, знаете, на стыке. Вроде как и недалеко от моря. Вроде как и у нас прекрасная плодородная земля. То есть мы здесь мясом гордимся, мы нашими овощами, фруктами гордимся. Конечно, соответственно, напитками. Сами понимаете, о чем я говорю. Но я всегда поражаюсь, когда я смотрю либо программы, связанные с путешествиями, либо гастрономические программы, насколько едят все, скажем, в странах Азии. Я просто иногда схожу с ума, потому что я думаю, ну что, скажем, полезного в жареном осьминоге. То есть вот просто осьминоге, скорпионе. То есть как, что, то есть объясните мне, почему я должен есть вот эту вот штуку на палочке. Я до сих пор как бы к скорпиону, наверное, не готов. А если уже говорить про всевозможные морских чудищ, там, во-хо-хоу, что самое необычное приходилось готовить? Это на практике уже за 16 лет. Так в голову и не придет, да? Голову. Голову? Да. Баранью. Хорошо. Баранью. Прямо целую. Прямо целую. Это было для меня... А кто ест? То есть это было по спецзаказу? Это было какое-то... Это было марокканское блюдо. А, марокканское. Да, и мы его готовили, не только я, у нас было несколько шефов, но это можно есть. Это было для меня откровение, что это реально вкусно, и это можно есть. Не все части головы. Да, понятно. Ну, вот это было самое... Зуб на зуб не попадает, знаете, как говорят. Это было одно из самых странных вещей, которые мне довелось приготовить, приложить к этому руки, так сказать. Ну, друзья, я думаю, что ради эксперимента, конечно, вы тоже можете приложить руку к бараньей голове. Нужно понимать только зачем, ради чего вы это делаете. Потому что мне кажется, что здесь нет предела совершенству, и, конечно, можно приготовить все, что угодно, честно. Иногда вот ляпнешь какую-нибудь шутку, а оказывается, что люди это уже и едят, понимаешь, то есть уже давным-давно. Уже какие-то там не просто водоросли. Водоросли сейчас, их называют даже какой-то морской пастой, там есть разновидности. Их так препарируют, так вам подают, что они, как кладезь, во-первых, йода и, конечно, большого количества микро- и макроэлементов, они, конечно, омолажают нас, омолаживают. Кстати, японцы неспроста суши придумали. Говорят, что рыба – это и есть секрет долголетия. Что скажете, шеф? Я полностью согласен. И с японцами, и с вами. Ну, давайте вначале благодарность японцев. Аригото. А я уже, так сказать, просто пересказал. Я просто, так сказать, передал. Этот большой привет. Так что не отказывайте себе, пожалуйста, в удовольствие поесть рыбу. Что касается вот этого суши-бума, зацепило? Да, конечно. В 2009 году зацепило. Я делал суши. Делал суши. Интересно все. Но каждый выбирает свою дорогу, то есть то, что ему нравится. Я выбрал то, что нравится именно мне. Как это можно сравнивать? Открытый огонь. Это все-таки авторская или это кухня европейская, смешанная с какими-то элементами? Начиналось это как, может быть, европейская, как обычная стандартная кухня. Но с опытом это переходит уже в авторскую. Да, вот, теперь, друзья, чтобы вы понимали, да, что это блюдо, которое сейчас Виталий в нашей студии готовит, капоната постная и, забыл, как называется, но вот эта вот штука вкусная, свинина в кофе с персиковым соусом. А, она так и называется, свинина в кофе с персиковым соусом, зачем далеко ходить? Это вы можете отведать и в гастробаре, по большому счету. Но сегодня мы это делаем для вас, чтобы вы, сидя дома, могли записать рецепт и попробовать достаточно просто в приготовлении это блюдо создать. Вот, баклажан у нас стал уже мягкий. Теперь мы можем добавить томаты, да. Это томаты без кожицы в собственном соку. Которые можно, опять же, то есть можно их, в принципе, запарить, да, если там, а можно как бы взять? Или лучше взять сразу же консервированные готовые? Лучше взять такие, да, и не запариваться. Хочешь, так сказать, не запариваться. Зачем запариваться, дорогие друзья? Лучше взять и не запариваться. Потому что сейчас, благо, наверное, в магазинах и на рынке есть, ну, в большом количестве уже доступные ингредиенты, которые уже не требуют каких-то там долгих маринадов. Или там отдельно до подготовки, не знаю, при подготовке для того, чтобы можно было быстренько это блюдо приготовить. Но я так понимаю, что мы сегодня, конечно, время тянем, потому что в кухне все идет гораздо быстрее, да. Сегодня мы просто рассказываем, больше говорим. Есть ли какой-то рекорд личный, скажем, за сутки или за смену в приготовлении, ну, большего количества блюд? По памяти. Ну, совсем недавно у нас мы проводили свой фестиваль в гастробаре, и прошло около 1300 человек. 1300, и каждый хотел есть? Да, и каждый был накормлен, что немаловажно. Вот это был такой экспириенс, конечно, все нужно было с пылом и жаром. А сколько вас сейчас дома? Посчитайте, что вам лезть, сейчас ставьте, приготовьте это блюдо. Реклама на канале РТР Молдова. Мы вернемся. Итак, мы на финишной прямой. Конечно, мы так приятно сегодня говорить, уважаемые наши телезрители, потому что как никогда сегодня я больше занимаюсь еще своим одним любимым делом. Я говорю. Я говорю и очень много говорю, стараюсь задать вопросы, получаю интересные ответы. Надеюсь, и вы тоже получаете эти же интересные ответы вместе со мной. Плюс несколько уже лайфхаков мы с вами определили. Один из них, это что касается оливок, да, что лучше брать с косточками, потому что насыщенный аромат, продавливаете чуть-чуть плоской гранью ножа и, так сказать, вынимаете ее очень легко, она практически выдавливается, и у вас остается прекрасный ингредиент, насыщенный вкусом и всеми соками. Я так понимаю, что постное блюдо капоната сицилийская, значит, у нас уже практически готово. Вот Виталий, шеф-овар гастробара, сейчас дорезает зелень для того, чтобы все закинуть сюда, в эту сковороду. Впереди у нас, между прочим, еще безумно вкусный кусочек мяса, свинина, значит, у нас кофе и с персиком. Я не мог бы включить? Я могу, это легко. Да, шеф? Всегда мечтал это сказать. Здесь у нас консервированный персик в собственном соку. Да, у нас камера вон, да, в собственном соку консервированный персик. И мы прямо в его же соки и... В его же соки, да, нам надо довести до кипения, добавить несколько интересных ингредиентов и сделать соус. Вот когда шеф-повар говорит, что несколько интересных ингредиентов, каждый раз вот ждешь, ждешь, ну что же, что же там будет, что... То, что обычно шеф-повар выдумывает на ходу, какие же это будут ингредиенты. И тут такое, дзинь! Правильно, потому что если бы все шеф-повара готовили одни и те же блюда так же одинаково, не было бы интересно, вот в чем фишка, вот почему люди приходят в заведения, в рестораны именно на шеф-повара. Я вам скажу, что есть в мире подобные рестораны, где за год надо записываться. Есть ресторан соло, где вы вообще там, там просто один столик, там просто один столик, друзья, и туда попасть тоже очень-очень сложно. И это не только нужно обладать каким-то определенным статусом, но это нужно обладать просто определенным желанием. Это уже действительно так. И на шеф-поваров действительно ходят. И то, что вы видите в фильмах, так оно и происходит. Шеф-повар выходит, и все ему аплодируют. И вот тогда ты понимаешь, что жизнь удалась, и ты не зря столько времени в кухне трудишься. Значит, Миш, у нас уже почти готово. Я добавил буквально чайную ложку винного уксуса, для того, чтобы был баланс и кислого, и немножко сладкого. То есть сладость вышла вся из овощей. Из овощей, да, причем лучок. Мы ее сбалансировали уксусом, свежая зелень. В принципе, это можно сервировать. Это можно сервировать. Что нам нужно для сервировки? Деревянная ложка-ложка. Ложка-ложка. Дай, пожалуйста, ложку. Ложка-ложка. Можно деревянную. А, с удовольствием. Сейчас у нас тут настолько чувствительная техника Ханса, друзья, что одно нежное прикосновение, и все. И она говорит, а, хозяин, слушай, конечно. Очень хорошо греет, между прочим. Комплимент. Достоит нам. Комплимент. Комплимент. Так. Не нужно это тушить до пастообразного состояния. То есть овощи должны быть на зубок, так сказать, аль денте. А, чтобы еще, да, чтобы можно было прожевывать, да, немножко? Да, да, да. Не в пюре превращать, понятно? Запоминайте, друзья, запоминайте. Мы говорим, чтобы чувствовалась текстура. А, вот, тоже правильно, красиво. Правильнее и красивее. Так. Так, это мы тогда уносим мыть. А сейчас... А сейчас у нас отлично. Кипит. Закипел наш будущий соус. Мы все это делаем синхронно, одновременно. Кстати, это очень хороший гарнир даже к этому основному блюду. То есть, ну, это в случае, если вы пост не держите. И если вы можете комбинировать, да. Если вы в данном случае пост не держите. Сейчас нам надо немного выпарить сок. Так. Затем мы добавим туда кетчуп, зернистую горчицу и немножко бальзамического уксуса. Прямо сюда? Прямо сюда, да. Ну, в данном случае повара используют сотейники. Мы, как бы, еще не, так сказать, разбогатели до таких всевозможных профессиональных аксессуаров. Но в таких маленьких кастрюльках, опять же, опять же, напоминаю, так, чтобы можно было это в домашних условиях приготовить. Конечно, там своя техника, там свои уже причиндалы, как я их называю, их там много. Вот, даже все названия, наверное, я не запомнил бы. Здесь можно это все делать в простой кастрюльке, которая у вас имеется дома, так, чтобы вы могли повторить это и у себя. И, кстати, порция достаточно большая, поэтому, учитывая, сколько у нас еще остаточных продуктов, я напоминаю, можно накормить большое количество людей. Оценочная стоимость, я не знаю, во сколько это все, вот, учитывая, там, два перца и лучок, это вот станет приблизительно, я не знаю, вот, себестоимость всех продуктов. Здесь, наверное, 25 лель. 25 лель, друзья, и вот, постное, сытное, и я еще не пробовал, но уверен, что вкусное блюдо, а мы еще попробуем скоро. Вот, чебату мы тоже в данном случае взяли, но здесь Михаил немножко, да, сейчас это, Михаил, это я, немножко поспешил и просто увидел, что написано чебата и взял чебату, а на самом деле мне попалась чебата с творогом, но Виталий, как настоящий шеф-повар, отлично, как раз идеально подойдет для постного блюда. То есть, прям вот, супер-супер. Миша, хорошее чувство юмора у тебя, творог, конечно, нельзя кушать в пост, вот, но поскольку здесь есть творог, здесь его нет, мой друг, здесь его нет, но здесь закваска сделана на твороге, поэтому... А, вот, аромат такой у меня вкусный. Поэтому есть аромат творога, конечно, если вы держите пост, не нужно, но это очень вкусный хлеб, не нужно его в пост, в пост возьмите обычный хлеб. А какое, кстати, отношение шеф-повара к хлебу? А то все вокруг кричат, не надо, не ешь. Я очень люблю хлеб. Я знал, что я не одинок, дорогие друзья, не только на канале Эртер Молдова, но вообще в этом мире, да, просто надо двигаться. Вот, двигайтесь, друзья, и все. В конце концов, а то тоже хлеб не есть и что. Там же тоже витамины, там же тоже есть и клетчатка, там есть углеводы, нужные нам для чего? Для энергии. А то ходите сонные, такие вялые, о, февраль, что делать? Нет, чуть-чуть хлебушка можно, тем более у нас с утра, сейчас пока. Смотрите, если его слегка сбрызнуть оливковым маслом и немножко подсушить в духовке, либо просто вот свежий нарезать. Он, я знаю, о чем вы говорите, я уже такое практиковал, это мя-ми-ями. Мы иногда даже, знаете, что делаем, мы сюда какие-то специи еще, травушек, муравушек так сверху посыпали. И вообще хлеб становится каким-то насыщенным очень различными вкусами. Так, ну что, отлично, здесь надо уменьшать. Да, нажимаем, все верно. На самый минимум, на самый минимум, да, на единичку. Да, шеф, на единичку, окей. Отлично, давайте добавим сюда. Единичка, не выключил ледя. А вот единичка. Добавим сюда. Кетчуп. Кетчуп, классический кетчуп. Так. Основа всех барбекю соусов. Пока мой мозг комбинирует кетчуп и персики. Горчица. Горчица. Зернистая. Зернистая. Так. Буквально по одной столовой ложке. Это у нас бульжунический крем. Это вот то, чем шеф-повар, как художник, иногда вам на салатах рисует, на тарелках рисует. Адрес оставляет, камер телефона. Шуточка, шуточка. Сейчас подумаем, что развращаем. Терезатели. Вот. Замечательно. Отлично. Наш барбекю соус практически готов. Обалдит. Смотришь, какой необычный аромат. Ммм. Вот как он. Я увижу, он будет кисло-сладко с остренькой. Он очень хорошо подходит свинине в кофе. Дорогие друзья, итак, сейчас мы достанем уже практически готовый кусочек мяса нашей свинины. Если вы помните, в кофе со всеми специями. И скоро мы его еще и утопим в этом шикарном соусе. Что мы с ним сделали? Мы, значит, этот замаринованный кусочек мяса на сильном огне обжарили буквально с двух сторон. Так, чтобы немножко он возмужал, что называется, окреп. И отправили на 15 минут в наш духовой шкаф при температуре 250 градусов. Благо, что техника Ханса нам это легко и быстро помогла сделать. И теперь, внимание, шеф-повар Виталий Ворончихин достает из духовки Ханса. Вот это замечательный кусок мяса. Да, 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 да. Так, сервируем мы тогда тарелку с красным ободком. Потому что ведь не только приготовить надо. Надо же еще это все подать, друзья, подать. Этим занимается тоже шеф-повар уже оформлением? Или отдельно тоже специально обученный? Этим занимается шеф-повар. Шеф-повар, да? Шеф-повар, обычно его место, это раздача либо мойка. Мойка, это для того, чтобы посмотреть, насколько людям понравилась еда, гостям, и какой возврат идет. А раздача, это контроль всего, что выходит из кухни. Но действительно возможен такой карьерный рост, как мы видим иногда в фильмах и сериалах, что человек попадает в кухню мойщиком посуды, а потом может вырасти и до шеф-повара. Безусловно. Да? При желании все это можно сделать. Друзья, нет никогда предела совершенства. Главное, как сказал шеф, Виталий, желание, желание, это и есть та мощь и та сила. Посмотрите, я, честно говоря, вспоминаю, как мы его нежно массировали в нашем маринаде. Здесь еще огромное количество осталось этой смеси. Можно еще несколько таких вот кусков замариновать. Аромат трудно передать. Ну, он прекрасен. И кофе, и специи. Ох, ребятушки, жду я завершения программы, как никогда. А вам напоминаю, уважаемые наши дорогие друзья или зрители канала РТР Молдова, что если вы сейчас только попали на хвостик нашей программы «Азбука вкуса», не переживайте, не надо переключать канал, остановитесь. Наоборот, запомните просто rtr.md. Это наш официальный сайт. Там в рубрике передачи вы, конечно же, найдете «Азбуку вкуса». И Виталий Ворончихин с удовольствием расскажет вам с самого начала, что мы готовили. Можно останавливать это видео, можно нажимать на паузу, заниматься своими делами, возвращаться опять к готовке и так вот постепенно, пошагово достигать вот этого невероятного вкусного результата. Посмотрите, как аккуратно и красиво выкладывает Виталий сейчас нашу свинину. Ну, в этом прекрасном, в этой оболочке и в этой одежке, которую я молол лично собственными руками. А дальше наш соус на основе персика. Просто персики в собственном соку, друзья. Мы немножко варили их в сотейнике вот этом, в кастрюльке, чтобы немножко выпарилось жидкое составляющее. Добавили туда, внимание, кетчуп, правильно? Да, да, да. Кетчуп, есть это горчицу, зерна горчицы. Мы добавили туда бальзамический уксус. Да. И соль. Нет, соль мы не добавляли. Не было соли, не было, забудьте. Забудьте, все, не было соли. На самом деле все очень просто. Персик в собственном соку, кетчуп, горчица и бальзамический уксус. Делают свое дело, короче. Да, делают свое прекрасное дело. Вот такое блюдо. Поверьте мне, оно удивит ваших гостей и вас самих. Да. Итак, дорогие друзья, два блюда. Одно постное, пожалуйста, бон аппетит, приятного аппетита. Одно вот такое вот шикарное мясное, я в предвкушении, не знаю, я пока говорю, у меня уже идет этот процесс, который в народе называется слюки текут. Если вы хотите попробовать целую линейку этих замечательных, великолепных блюд, приходите тогда к Виталику. Конечно, не домой. Я думаю, что супруга вряд ли, конечно, будет прям так рада всем гостям. Мы очень гостеприимны. Гости, да, ну очень гостеприимны. Но приходите в гастробары, я думаю, что там вас обязательно побалуют, порадуют. Вы скажете, а, мы знаем вашего шеф-повара, мы видели, как он готовит в азбуке вкуса. Ну что, наши уважаемые, любимые друзья, приятного аппетита. Держите пост, пожалуйста, не держите пост, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо, Миша. Да, всех благ, новых побед. Мы желаем вам уже предвесеннего настроения, конечно, сытного сегодняшнего дня и крепкого здоровья. Всем до скорых встреч. Пока. Пока. Спонсор показа – Ханса. Ханса, guten аппетит. Субтитры сделал DimaTorzok